Артем Демиденко Веб-3. Революционная технология для будущего сети интернет. Введение С появлением Веб-3 технологии интернет переживает революцию. Веб-3 – это новая фаза в развитии интернета, которая открывает новые возможности, которые до сих пор были недоступны в Веб-2. В этой главе мы рассмотрим, что такое Веб-3 и как она изменит будущее интернета. Веб-3 – это децентрализованная технология, которая позволяет людям контролировать свои данные и информацию в интернете. В отличие от Веб-2, где пользователи зависят от централизованных платформ и сервисов, Веб-3 позволяет пользователям контролировать свои данные и взаимодействовать друг с другом напрямую, без посредников. Одной из ключевых технологий Веб-3 является блокчейн – цифровая технология, которая обеспечивает децентрализованную и безопасную запись транзакций. Блокчейн также обеспечивает прозрачность и надежность, что делает ее полезной для многих приложений. В Веб-3 также существуют криптовалюты, такие как Биткоин и Эфириум, которые позволяют пользователям проводить транзакции без необходимости доверять свои деньги централизованным институтам. Криптовалюты также обеспечивают безопасность и анонимность, что делает их полезными для многих сфер жизни. Веб-3 также позволяет создавать децентрализованные приложения, которые не зависят от централизованных платформ. Децентрализованные приложения могут быть более безопасными и прозрачными, а также позволяют пользователям контролировать свои данные и информацию. Однако, переход к Веб-3 также привнесет свои вызовы и проблемы, которые нужно будет решать. Например, существуют проблемы с масштабированием и скоростью транзакций в блокчейне. Также существует необходимость в обеспечении безопасности при работе с криптовалютами и децентрализованными приложениями. Тем не менее, потенциал Веб-3 огромен, и она может стать основой для создания новой, более справедливой и прозрачной экономики. В этой книге мы рассмотрим, как Веб-3 меняет наше представление об интернете и какие возможности она предоставляет. Одной из главных проблем современного интернета является концентрация власти в руках небольшого числа компаний, таких как Google, Facebook и Amazon. Эти компании контролируют большую часть данных пользователей, что создает проблемы с конфиденциальностью и безопасностью. Кроме того, они могут использовать эти данные для своих собственных целей, не всегда соответствующих интересам пользователей. Веб-3 предоставляет возможность перенести контроль над данными обратно к пользователям. Благодаря технологии блокчейн и децентрализованным приложениям, пользователи могут контролировать свои данные и определять, кто может к ним получить доступ. Это может изменить представление об интернете, превращая его из инструмента для сбора данных в инструмент для управления ими. Веб-3 также предоставляет новые возможности для создания децентрализованных экосистем, в которых люди могут обмениваться ценностями и контролировать свою экономическую жизнь. Благодаря криптовалютам и токенам, люди могут проводить транзакции напрямую, без посредников. Это может привести к сокращению издержек и повышению эффективности в экономике. Веб-3 также существуют возможности для создания децентрализованных приложений, которые не зависят от централизованных сервисов и платформ. Эти приложения могут быть более безопасными и прозрачными, что повышает доверие пользователей и уменьшает вероятность мошенничества и кибератак. Однако, переход к Веб-3 не будет происходить быстро и легко. Блокчейн-технологии требуют значительных вычислительных ресурсов, что может привести к проблемам с масштабированием и скоростью транзакций. Кроме того, криптовалюты и децентрализованные приложения могут столкнуться с проблемами, связанными с регулированием и безопасностью. Несмотря на вызовы и проблемы, связанные с переходом к Веб-3, это невероятно захватывающий момент в истории интернета. Мы стоим на пороге новой эпохи, где децентрализованные технологии и блокчейн будут переворачивать существующие порядки и создавать новые возможности. В этой книге мы рассмотрим основные компоненты Веб-3 и то, как они работают вместе. Мы рассмотрим различные протоколы, криптовалюты и токены, которые используются в Веб-3. Мы также рассмотрим децентрализованные приложения и экосистемы, которые разрабатываются с использованием Веб-3. Мы также обсудим проблемы, связанные с Веб-3, включая проблемы безопасности, масштабирования и регулирования. Мы рассмотрим то, как различные секторы, такие как финансы, социальные медиа и игровая индустрия, могут использовать Веб-3, чтобы улучшить свои бизнес-модели и обеспечить большую прозрачность и эффективность. В конце книги мы обсудим возможности для будущего Веб-3 и то, как она может изменить нашу жизнь и работу. Мы рассмотрим, как эта технология может повлиять на экономику, политику и социальные отношения.